трудяги всем утро бодрое трактор заправили с дискатором по ебасе подтянул еще два диска шаглебук отъезжает а мы заводимся и короче братва это у нас первый день еду обкатывать после того как мы заменили масло будем пробовать смотреть результат есть движение нет движения посмотрим в общем самому интересно думаю вам тоже интересно данные ли к данной операции правильно правильно так но тут уже в принципе все поднято да так что чё делаем трогаемся выкатываемся и поперли на поле а там уже включимся ну что народ трактор ходит 23 загружены 70 процентов скорость дискатор 11 км в час диски крутится земля обрабатывается все ништяк там еще у нас есть он камни которые большие лежат аккуратно проезжаю потом буду приезжать по кругу делать или можно сразу заделать пока вот ну наверно минут 20 уже работаю как бы пока все радует сейчас еще пару часиков по работаю и думаю тогда уже точно станет ясно какой результат получился ну ничего братва в принципе давайте на второй попробуем тогда дискаторы я поднял прошло два часа с момента как я выехал в поле народ два часа прошло откроем дверь вроде пыли нету тут особо развернемся на поле ну чуть-чуть потопчу ничего страшного вот понимаете в чем прикол вот есть какая-то вот доля того что что-то делает у так тык 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 но народ это нормальная работа трактора тут нет дифференциалов тут планетарная система я уже поговорил с ребятами сервиса никаких диффов там нет просто когда колесо одно больше делает радиус до разворота другое колесо просто шестеренка крутится и все соответственно если одно колесо пробуксовывать шестеренка зажимает с другой стороны все два начинают буксовать поэтому одно колесо которое делает больше радиус она делает у так тык 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 но народ ничего не скрипит вы понимаете все я думаю проблема решена на этом еще раз ставлю скриншот который я сейчас залил это мобиловское масло все не под нагрузкой не под хрен узкой ничего не стучит не скрипит агрегат выглублен даже народ когда агрегат заглублен чуть-чуть я на разворотах с правой стороны его оставляю заглубленным даже тогда трактор начинает я чувствую что он вот чувствуешь ты же когда работаешь да на технике когда ты любишь ты чувствуешь как она работает и вот понимаешь что трактор начинает да буксовать чуть-чуть и закусывается вот эта вся система на как бы мосты гребут но это нормальная работа без пул она просто вот нормальная работа шестеренок которая так и должна быть вот другую сторону все ничего нигде не скрипит супер же а как же приятно когда техника работает исправно приятно когда она работает так как она положено работать вот она как работала когда я его привел с завода до 50 вода 1 ты народ на карачи решили эту проблему были на то реально так приятно ты реально решил проблему этого тракта работает так как надо как он должен работать просто все-таки большое спасибо кировскому заводу руководству его то что эта проблема все-таки она решилась реально большое спасибо на этом прям вообще если конечно не руководство завода мы конечно наверно с вами еще бы решали эту проблему но как бы вот так вот все как было самого начально изначально я сказал что нужно заменить масло и вы мне как бы все это написали в комментариях еще тогда помните этот видос все же написали то что давайте чуть прибавим обороте отдохнем чуть-чуть постоим надо позвонить кое-кому 900 хватит и как бы вот такая тема теперь работаем ничего не гудит не скрипит трактору по факту трактор не посломан братва дело не в тракторе дело было в масле я так понял масле но сказать что на улице у нас холод я не могу сказать 24 градуса ветер чуть-чуть прохладный но я футболки как бы это нормальная температура не зима не заморозки не 10 градусов правильно трактор нагрет все нагрето и и все работаем теперь ништяк теперь можно музыку тише делать чтобы не слышать этот противный гул в общем такие дела братва всем спасибо короче за поддержку за то что писали комментировали лайкали продвигали эти видео чтобы мы это смогли решить проблему еще раз руководству кировскому заводу прям супер что после все вот этого как бы помогли решить эту проблему как бы выявили эту проблему может быть знаете с той стороны что я татошный владелец техники я не тракторист колхозе может быть где-то он бы и работал знаете это считалось бы нормальным этот гул типа ну их есть и хрен с ним как так как ну трактористы да обычно наемники же работают только не будем сейчас говорить что это не все так не все так большей степени в колхозах так и работают народ давайте не будем с этим только спорить и сраться в коментах если что как бы все это понимают а я как бы дотошный и мне надо вот так как он должен работать вот не могу вот просто вот надо и все ну как бы этого добился ништяк теперь и трактору хорошо и мне хорошо а то ну блин едет скрипит у меня аж слезы на глава на глазах думаю миша помоги ну ну твою там ну что ты делаешь ведь спаси меня вся красный теперь ништяк теперь будем работать нам осталось тут чё всего 11 гектар но половину нам сделал сейчас еще покатаемся пару часиков как бы поле будет сделано ну и все еще тогда включимся после того как все поле заделал еще дополнил отзыв как бы уже в конце 11 гектар сейчас отзвонюсь людям что все будет ну что мы заканчиваем это поле 4 часа уже сейчас до 41 минут пятого поле я добиваю остался там полу гектара наверное сейчас сделаю и еду на базу у нас солярка на донышке как бы не заглохнуть опять но не сейчас вроде не должен народ при всех разворотах поворотах я не буду показывать высказывать вы дистраторами не так за это уже отчитали люди то что да я как на поле показывал хотя не понимаю за что но тем не менее да место имеет быть вон на всех разворотах а дискатор под нагрузкой скорость больше не выглублял справа когда заворачивал там настолько оставлял на половину от того сколько он залазит трактор понимаете вот он скрипит вот прям видно блокировки они прям вот дергается он посторонних шумов вообще нету вот чё значит масло для меня это конечно новость то что масло вот так влияет на трактор но для меня лично я сейчас столкнулся с этим да как бы блин прикиньте даже такое может быть хрен его знает народ вы как бы молодцы вы сразу все отписались просто реально все отписались и как бы дело пошло в общем трактор вам говорит большое человеческое спасибо что это вся ситуация она как бы двигалась не тормозилась лайкали комментировали блин братва всем спасибо реально прям молодцы прямо души всем просто вообще зачет так сейчас мы вот я получается вот чуть-чуть выглубил его и на заворот вот все вот газ пол агрегат внутри не полностью но внутри сейчас смотрите сейчас более такой лайтовый запуск заход заход на делянку все опустил все опустил все агрегат внутри газ никаких посторонних шумов перед тобой есть шум двигателя от которого ты кайфуешь он кстати реально очень ровно работает с восьмеркой это не сравнится пятьсот тридцать шестой это прям блин вот как будто знаете вот линейка стоит и вот он гудит вот ровно как тут прям такие ощущения прикольные тихо и ровно он работает вообще для меня тоже это прикольно то есть новое ощущение как бы я такого раньше не видел двигатель ты не работал на таких все братва в общем всем спасибо еще раз решили эту ситуацию трактор будет теперь работать может быть для кого-то это будет там уроком да например какое масло не стоит заливать какой лучше выбрать да на примере меня все таки решили же проблему и спасибо руководству завода что как бы не тормозило эту ситуацию а помогало это решать люди реально переживают за свою технику за своего как сказать-то ребенка да ну а как его еще назвать для каждого завода для каждого человека его творение это ребенок наверно тоже в своем роде который хочет чтобы работал радовал людей ну и в таком роде вон и проблема то даже не в тракторе была то народ трактор то не виноват вообще ни в чем как бы вообще ни в каких смыслах он не сломался ничего не сделал просто не то масло и ему было не комфортно скажем так а сейчас он просто я вот чувствую он прям прям выдохнул он прям не зажатый никакой он просто кайфует он просто я кайфую в поле и он кайфует в поле он работает и все ему не в напряг уже ничего не надо газ сбавлять особо на поворотах да и думать там потихонечку где то все как положено так и работает в общем пишите что думаете по этой ситуации да и в целом а мы будем дальше эксплуатировать будем узнавать нюансы чё с трактором как почему ну и всякие многие вопросы какие будут появляться все будут афишироваться мне нравится блин ну я кайфую пряник на связи а